Что мы хотели добиться от нашей системы развертывания, нашей платформы? Поскольку это довольно большой набор софта, соответственно, хочется, чтобы мы могли каким-то образом легко ставить новые версии, если что-то пошло не так, быстренько откатить. Вторая вещь, что эта вся история должна быть доступна всей команде. Повторюсь, поскольку фактически система работает почти что круглосуточно, и моя распределенная команда устроит таким образом, что человек, который встает раньше всего в Москве встает в 2 часа ночи, а самый поздно ложится в час ночи по Москве. Поэтому получается, что все время хоть кто-нибудь онлайн, если что-нибудь пошло не так, он может что-то быстренько исправить. Происходит это редко на практике, но, тем не менее, требования так бы есть. Значит, мы должны иметь возможность относительно быстро разворачивать хосты и, соответственно, сворачивать те хосты, которые пакету причинам стали не нужны. Потому что для того, чтобы все это работало, нам нужно арендовать барметал, и барметал стоит, ну, в общем-то, денег. Это все должно происходить эффективно с точки зрения денег. И мы хотим иметь некоторые версионирования этих конфигур, которые стоят на бою, чтобы понимать, что у нас вчера стояло, что у нас сегодня стоит. А если вдруг, не знаю, мы возвращаемся к решению проблемы, которая возникала у нас месяц назад, хотя бы понимать, на какой конфликтурации софта эта проблема возникала. Такой иногда бывает и довольно редко. Значит, собственно говоря, начали мы наше, так сказать, путешествие в мир установки радости на Windows, значит, с естественным образом стандартного решения, которое предлагается компанией Microsoft, то есть стандартный, значит, систем, он там назывался System Management Server, а теперь он называется Assistant Center. В общем, суть этого принципиально не поменялась, потому что в результате рассмотрения, собственно говоря, системы у нас получилось следующее. Ну, во-первых, как бы, так сказать, SMS требует, чтобы все артефакты, которые у вас были, они были упакованы в MSI, что является, в общем, вообще говоря, нетривиальной задачей, если софт более-менее сложно ставится на пол. А MSI за собой притягивает очень неприятное ограничение, которое заключается в том, что вы не можете эффективно иметь на одной машине две разные версии одного софта, установленные в разные места, потому что, так сказать, ну, система установки MSI как бы иначе думает о мире и, соответственно, считает, что если ты ставишь версию A, то, значит, версия B должна быть либо снесена, либо как-то, так сказать, поставлена в другое место, то, почему, так сказать, большое количество ограничений, плюс сам все MSI, в общем, нетривиальная конструкция, нам так не надо, так сказать, то есть, грубо говоря, любой наш софт, это, в общем-то, в том числе, что, по-моему, компонентарей, в котором есть ограничения, которые можно дойти запустить. Значит, плюс SMS, очевидным образом, требует довольно сложной конструкции, связанной с доменом. Все сервера должны быть подключены в этот домен, ну, что само по себе развлекательно. И, в общем-то, нам тоже, на самом деле, не нужно, зачем. Значит, ну, опять же, версионирование, так сказать, нет ни в этом мире, как бы, так сказать, у нас есть какая-то база данных, я так понимаю, что это что-то вроде специфического аксесса, который лежит рядом, и там все складывается, да, и если там не производится специальных усилий по копированию, то, как бы, так сказать, версии конфиг у вас нет, не говоря же о том, что вы не можете взять и сравнить, в общем-то, чем отличается конфиг вчера от конфиг сегодня, потому что, ну, нет такой возможности ну, и все на окошках, конечно, как бы, так сказать, как бы, даже без окошек, значит, зашли куда-то, там, на сервер, правая кнопка, тык-тык-тык, или им надо помнить, куда что тыкать. По всем вышеписленным причинам, в общем-то, как сказать, СМС оказался не вариантом, мы начали, значит, велосипедировать. Значит, перед, чем начать, собственно говоря, строить свой велосипед, нам нужно было принять некое принципиальное решение, да, значит, как вообще артефакты представляются на Винде. У нас, по большому счету, есть стандартный способ от Microsoft MSI, но я, собственно, уже рассказал, что у него есть довольно жесткие ограничения, и эти ограничения с трудом приобрели мы с этим ничего не сделаем. Значит, есть в тот момент, как бы, зарождался альтернативный вариант, который назывался «Шоколатье», ну, собственно, если он называется до сих пор, так сказать, если вы, наверное, в курсе, это, собственно говоря, развитие технологии NuGet. NuGet – это что-то вроде Мавина для Windows, значит, способ выкачивать, там, библиотеки в, так сказать, проектах Visual Studio, да. Значит, ребята взяли этот NuGet, чуть-чуть доработали, и получили, что с помощью него можно ставить софт на Windows, там, там, ставится специальная территория. Но, в принципе, то, что получается из этого «Шоколатье», ужасно похоже на то, что мы видим в Linux, и называется, там, RPM или DEP, или что-нибудь еще. То есть у вас, по сути дела, вы архивируете территорию, в которой есть непосредственно то, что вы ставите, и некоторый набор скриптов, которые нужно, чтобы поставить, чтобы, ну, сказать, install, uninstall, там, ну, какие-то там дополнительные действия делались. То есть скрипты в мире «Шоколатье» пишутся на Поршу. Ну и, собственно говоря, самый тупый, хардкорный вариант – это, соответственно, использовать Zip, потому что, в общем-то, он везде работает, везде сворачивается, разворачивается, как бы, и никакого дополнительного софта, в общем-то, не требует для работы на, в общем-то, любую Windows-системе, потому что работа с Zip уже давно строена. Например, в Explorer, там, начиная с Windows 7, Windows 10, в общем-то, давно. Значит, ну, собственно говоря, начали мы, естественным образом, создание своего собственного велосипеда. Значит, Microsoft говорит, ребята, у вас есть PowerShell, значит, нормальный Shell, там, почти как у нормальных людей. Вот. Мы взяли PowerShell и начали из него строить велосипед. Ну, как бы, так сказать, из велосипеда получилось следующее. Ну, во-первых, конечно, синтаксис языка PowerShell, он божественный. Ну, как бы, во всех отношениях, так сказать, как бы… Дальше я хочу сказать. Значит, да, и отладка, естественным образом, что победа, как Microsoft, говорит, ну, ребята, у вас есть, значит, скрипт-эдитор, который теоретически отлаживает, но на практике отладать ничего нельзя. Вот. Ну, как-то, не получается, почему-то. Ну, и, собственно говоря, в общем-то, таких, так это… Количество дебага отбуда, которое пришлось воткнуть в скрипт для того, чтобы он совершал переградившие действия под названием «сходи на continuous integration», «забери оттуда zip», «разверни zip», и вызывай команду, значит, «install service», в общем, ну, то есть, это было феерично, так сказать. Ну, мы с этим немножко пожили, да. Собственно говоря, жили мы это до тех пор, пока не понадобилось сделать следующее, столь же несложное действие о том, что «а теперь давайте научимся ставить две версии одного артефакта в разные места». Ну, как бы, так сказать, опять же, мы посмотрели на этот код и решили, что, как бы, нет, пришло время, значит, облегчили облегченный велосипедов. Значит, облегченный велосипед был сооружен в питоне, в общем, питон работает на Windows 7, возможности Windows пользоваться умеет, вы можете там вызывать, там, хоть WinAPI, хоть WMI, и все, в общем-то, работает, на самом деле. Действительно, в общем-то, за пару дней, как бы, так сказать, не очень упорно на программирование, скрипт, который, собственно говоря, решает базовую задачу, его название на Кати и от Кати, был написан, поставлен в бой и, собственно говоря, использовался. Но у него было большое количество ограничений. Во-первых, этот скрипт нужно было записать руками, то есть для того, чтобы что-нибудь сделать, нужно взять RDP, пойти в мобильный сервер, чуть-чуть подправить конфиг, запустить, работает. Значит, второе ограничение заключалось в том, что, собственно, ничего, кроме работы с нашим софтом, да что-то не позволяло. Например, у нас большинство сервисов требует постгресса. Как поставить постгресс? Никак, кругами. Здесь, типа, инструкция, собственно говоря, если, помните, я вначале говорил о задаче, типа, ввести новый сервер. Так вот, задача, развести новый сервер, решалась таким образом. Вы видите, есть инструкция примерно о 20 пунктах, в которой, собственно, написано, что делай раз, два и два, делай три, если, так сказать, инструкцию пройти от начала до конца и не ошибиться, то вы получаете хвост, на который можно поставить наш софт и будет работать прямо с короткой. Сторонние компоненты, соответственно, в реаке с питоном не поддерживались вовсе. Собственно говоря, после чего мы, как бы, переходим к, ну, так сказать, более-менее уже, так сказать, индустриально принятым стандартам, в этот момент, как бы, системы, ну, какие-то девокс-системы, там, шеф, папа тоже стали более-менее известными в мире Linux, но для винды это еще еле-еле докатывалось, и, собственно, первым, кто докатился, был софт. Там, кто-нибудь из присутствующих софтом пользуется? Вот. Ну, трогался. Отлично. Собственно говоря, с софтом у нас получилась следующая история. Придело в том, что софт, который написан в компании, он, в принципе, сделан неплохо, но у него есть некоторое количество ограничений, которые нам, как бы, в конце концов, оказались, как бы, неприемлемыми, да? Значит, то есть, с одной стороны, у нас что-то работает, и прям работает на коробке, и работает нормально, но если вам вдруг что-нибудь, ну, как бы, по каким-то причинам, не подходит, не работает, не нравится, то создание своего собственного модуля для салта – это, так сказать, некоторая боль, потому что салт, грубо говоря, все те команды, которые притащил своего в своем миньоне, он вот имеет на Windows, а то, что не притащил миньоне, ну, как бы, и нет. Если вы хотите какие-то свои собственные команды писать, это вынуждено, то писать и перепаковывать миньоны. Часто ситуация изменилась, вот на тот момент, когда мы этим занимались, это было, к сожалению, только так. миньоны, на всякий случай, это, ну, та часть, которая, как бы, ставится на администрированные машины. А мастер акции, это та часть, которая стоит на машине, с которой предоставляет администрирование. Корющее количество обработки напильником, которые, так сказать, обнаружены в этой системе, оказалось таково, что, в общем, как бы, общего нет. Ну, условно, это дело эксперимента происходит на антигранты. Вот. И, собственно говоря, через некоторое время опять у нас возникла проблема, что нам нужно опять массово вводить-выводить хосты, администрировать чужой софт, как бы, и мы переходим к задаче, значит, и решению задачи через Ansible. Так, а Ansible у кого есть? О-о-о! Класс! Значит, собственно говоря, что с Ansible на линдой хорошо? Значит, во-первых, так же, как для Linux, Ansible умеет разговаривать с линдой без установки дополнительного софта на саму Windows. Достаточно произвести несложные манипуляции по включению технологии WinRack, после чего Ansible вполне себе успешно может ловиниться в Windows и что-нибудь на нем делать. Значит, но вся эта история фактически нормально более-менее заработала только с версии 2. А на практике получается, что мы до сих пор делаем патч и отправляем пол-реквесты в Ansible для того, чтобы они учили баги. До сих пор есть довольно большое количество проблем, которые все еще версия 2.3 по-моему, еще не зарележена, если мы правильно изменим. Ну, вот в 2.3 там есть еще какие-то наши пол-реквесты, с которыми мы что-то делали. Значит, вторая проблема, которая, опять же, что мы управляемся тем, что эта штука нужна только с Linux. И поэтому, соответственно, та часть команды, которыми я программирую с шаркой, у них как-то Linux как-то не завезли. И поэтому, собственно говоря, у них по-настоящему есть только два варианта. Вариант номер один – это воспользоваться Windows 10, в который можно установить баш, и это будет нормальный баш, ну, просто, если для бунта, на самом деле внутри. И там будет все нормально работать. Второй вариант, который оказался более приемлемым, мы воспользовались софтингом по названию Semafor, это что-то вроде для бедных то есть, когда добавляете клейбуки, добавляете команды, можете, значит, понажать икнуть, совершить какое-то действие. Или действие совершил Jenkins, когда, соответственно, за Semafor говорит. Ну, его слоги остаются в Semafor. Эта конструкция, она вполне себе оказалась весьма работающей, весьма несложной деплатируемой. Ну, и, собственно говоря, вторая, так сказать, и третья вещь, с которой мы столкнулись, когда начали внедрять Энси был решетный, опять же, вспоминаем. Помните, я говорил, шоколатье, вроде как в нем стандартное решение, там, красивый пакетный менеджер, все здорово. Но есть новое, которое заключается в том, что ребята пытаются зарабатывать деньги, а пытаются не зарабатывать деньги за счет следующего. Возможность добавить не стандартную репозиторию, а наш частную репозиторию в качестве источника артефактов, является на этот PriceWitch, за который деньги платят. Поэтому шоколатье остался в прошлом, но он остался в прошлом довольно специфически. Мы все равно пакуем пакеты шоколатье, но для того, чтобы установить, мы шоколатье не используем. То есть мы фактически на Энси делаем все то же самое, почти все то же самое, что делает нудет, когда ему решили я достал. Получается, что мы воспроизведем примерно ту же самую логику, например, тот же самый код, но он написан на C-Sharp, как в случае инфинуте, а написан на ncbl для ncbl поршения написан для в плейбуке написан. что же у нас в результате получилось? Во-первых, оно работает. То есть действительно у нас все, о чем я рассказывал, находится в боевой эксплуатации уже несколько месяцев. Постепенно мы все больше и больше хостов подключаем к этой системе. Все работает. То есть действительно на что-то ухи не получится. Значит, вторая вещь, которую я очень переживал лично сам, что соответственно открытие WinRAM создаст нам проблему с безопасностью. Наверняка прибьют какие-то роботы, че-то взломают. Винда такая Винда. Опять же, несколько месяцев эксплуатации показали, что это не так. Единственный хост, который за отчеты по угоду у нас с каким-то роботом сломан, это как раз не автоматически установленный хост. Это хост, который ставил человека руками и там две галочки, грубо говоря, лишние поставил. Их раздатель на панк взломали, вот какие-то поставили. Хост, правда, прожил несколько часов в таком состоянии. После чего был погашен и переразбором заново. Соответственно, для типичных задач, которые типично решают администраторы и разработчики подобных софтин, в общем, все стандартное, есть и с коробки работают. И, так сказать, задача про использование всей команды, она, собственно говоря, выполнена. Вся команда понимает, что тут написано, понимает, как администрировать, понимает, как апгрейдить версии, даунгрейдить версии, конфиги менять. Все что такое. Значит, соответственно, что тут можно улучшить относительно происходящего, да? Ну, во-первых, как бы у PowerShell, я уже там про него говорил, но вот, к сожалению, от PowerShell уйти невозможно, не получается, потому что, в общем-то, любая команда, которая работает на виндовое мышение, она, на самом деле, работает так, что Ensemble логинится в виндово, через WinRM, кладет туда PowerShell скрипт и запускает PowerShell скрипт. Если вы хотите делать что-нибудь кастомное, пишите на PowerShell. Ну, правда, проекты приходится писать на практике гораздо меньше. Значит, соответственно, логин с Windows работает медленно, потому что в Ensemble, Linux, есть возможность переиспользовать SSH-соединение, которое у вас наблюдается между машиной, между мастером и слоем. Да? В мире это станет доступно только с версии 2.3, пока это не доступно. Значит, соответственно, есть специфика, заключающаяся в том, что для того, чтобы администрировать Windows, требуются отдельные Ensemble и модульные. То есть, грубо говоря, если вы можете положить файл, шагландизированный файл на Linux при помощи файла, то, соответственно, в WinD это WinTemplate. И синтаксис чуть другой. Ну, это немножко неудобно. Особенно, когда, так сказать, у вас есть недорогенная система, есть и Windows, и Windows, это все один из того, как либо. Ну и, собственно говоря, как я уже говорил, мы до сих пор находим баги в Win, что угодно, и посылаем пол-реквесты, ну или пишем свою собственную, ну или пишем свои собственные модули, значит, как бы пасть от чужих, и их исправили, потому что далеко не все, к сожалению, пол-реквесты быстро принимаются. Значит, собственно говоря, какая конструкция у нас получилась в результате? Да? То есть, у нас есть наш continuous integration server, в нашем случае это Jenkins, который собирает наш адапнет-проект. Соответственно, в результате у нас получается некоторое количество файлов .pkg, которые вправляются в значит, репозитор артефактов, которые, собственно говоря, на отсуток. На отсуток хороший тем, что, с одной стороны, он поддерживает почти все, что угодно, что вы можете придумать в качестве пакетового менеджера, ну и вроде как бы деятельность нас не хочет. В отличие от активного рекламирования в данном артефакторе, который, вроде бы, просто денег стоит, что как бы немного за такие деньги. Значит, в результате у нас артефакты лежат в каталоге, есть скрипт, который, есть адвенспенции в этом написано, что на такую-то машину ставим то-то, такой-то версии с таким-то картином, на эту машину ставим и это такая версия с таким-то, значит, и, собственно, установка для торгового разработчика выглядит, например, если не так. Администратор торгового разработчика выглядит следующим образом, если нужно обновить какую-нибудь версию компонента, идем на полную версию компонента, в ней запускаем плейбук, причем плейбук совершенно не обязательно запускать со своей машины, его достаточно запустить при помощи семафора, о котором я говорил, ну или альтернативной версии, так сказать, совсем уже такой вариант, как бы, правильный, заключается в том, что вы берете репозиторию с плейбуками, открываете его, вписываете новую новую версию коммитете в масте, Джентрес это обнаруживает, значит, элементрует наш nsb-лэйбук, если ничего не находят, то, соответственно, успешно запускает через семафор, все же самое, в семафоре остается блок происходящее действие, и мы в телеграмский чатик получим информацию о том, что, спасибо, новые версии выполнены, как бы, больше ничего не изменится. Соответственно, какие из этого можно сделать? Ну, в общем, самое главное, наоборот, это то, что можно сделать, это то, что вся эта конструкция действительно работает, на лиде используют можно, это не страшно, и изготовление всей вот этой системы не потребовало от нас лицензирования никакого стороннего софта, чего я, так сказать, не сказал, ну, что ж, собственно, итог получается, что обновление у нас есть, откат у нас есть, новые хосты есть, старые хосты и убираются, собственно, недавно на практике проверяли, на разворачивание совершенно новых хостов шло только 40 минут, которые просто мы получили новые кренешнлс от машины, как бы, вписаны в конфиг, типа, запущенная кнопка, поехали, ну, там через 40 минут он придется, включая собственно, персенивали, конфиг есть, объединили, конфиг есть, доступ от команды есть. Что же. На этом, видимо, все. Спасибо. Вопрос. А у вас вопрос такой, где вы секреты храните? В том же репозитории для CBO? Да, мы храним секреты таким образом. У нас есть Vault, значит, стандарт CBO, в которой хранятся все секреты. Но на самом деле секреты, ну да, по сути, да. Да, все так. Алексей Грофов, Ревазима. Скажите, пожалуйста, у нас была такая ситуация после того, как Windows Winner включили CBT хранит блео в стрит. Переключили кого? Верброд CBT. Чем он бинер токен? После того, его переключили в режим стрит, а значит, Winner перестал работать, соответственно, на Enzygall тоже перестал работать. Была ли у вас такая ситуация и как вы с ним боролись? Нет, ситуации такого не было. Как вам? Слово Kerkeres вызывает у меня ужас в последние десять лет, поэтому, значит, если вам его нужно отключить, он будет отключен. у нас у нас на самом деле на практике повторюсь, нам достаточно того, что у нас на всех наших кастах стоят настоящие сертификаты и мы просто зашифруем график отчеты сертификатов и интернет токенов и все У вас идет поверх SSL? Да, у нас все идет поверх SSL и еще, наверное, важно сказать, что дело в том, что вся эта система стоит в большом количестве разных дата-центров, которые между собой могут быть вообще никакой связаны и поэтому мы даже не можем приватную сетку организовать приватную сетку, просто все остыки торчат в интернет своими IP-шниками в начале на первой схеме на картиншке присутствовал еще Windows-домен отдали что-нибудь мы с ним сделали остался в каком-нибудь виде и, собственно, все с ним связаны Нет после рассмотрения ситуации с внедрением Windows-домена мы решили Windows-домен просто не внедрять Вот это настоящее дело всему район просто смотрите как вы опять повторяю, что к сожалению количество ограничений которые вы наблюдали когда вы внедряете домен был таким что просто его проще не внедрять и все будет замечательно Представьте, что у вас большое количество Windows-доменов они вообще никак не связаны Никого эффектива директа ничего вообще что их связано просто нет Все что их связывает это наш скрип который просто знает что на эту машину так ходит а на эту машину так ходит Все Добрый день мне интересует вопрос по откатам большой ли даунтайм и как вы сокращали даунтайм в случае отката Значит, смотрите но обычно ну, во-первых это достаточно нештатная ситуация что у нас происходит откат на практике это происходит нельзя раз в квартал один раз может быть при том, что мы катимся в средний раз в три недели значит даунтайм обычно очень маленький потому что для нас откат происходит следующим образом мы когда ставим новую версию артефакта то старая версия артефакта она с машиной никуда не девается и для того, чтобы собственно говоря вернуть все назад по сути дела происходит следующая операция значит Любая наша софтина это виндовый сервис, все, что нужно сделать, нужно погасить виндовый сервис, удалить виндовый сервис, инсталлировать новый виндовый сервис, запустить виндовый сервис. Если в процессе нужно downgrade-базу, то скрипт downgrade-базы находится непосредственно в коде сервиса. То есть, грубо говоря, сервис обнаруживает, что, ой, меня тут подняли в предыдущей версии, на предыдущую версию будет сказано, типа, с downgrade-базу и новый поднявшийся обнаруживает схему моей версии, как бы все нормально работало. Обычно на практике это занимает не минуту.